Радио Болтком 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 И я поняла, что нельзя вас упускать, тем более тут два дня были праздничных в Украине. День флага, День независимости. И мы вот сегодня утром в 10 утра поговорим с вами, как вы мне обещали, о том, как начинался независимый театр в Украине. Ой, это вопрос без контекста рассказать сложно. Но контекст, наверное, все-таки во всех странах постсоветского пространства похожий, наверное, где-то как-то. Просто где-то раньше. Где-то были сильные личности, они сразу взялись и вышли из государственных театров. Вот как, каково это вообще уйти из места, где тебе платят зарплату, где ты знаешь свой репертуар, где у тебя какая-то надежность есть. Сделать шаг совершенно в никуда и начать строить свой театр. Мне кажется, это ужасно важная история. Нет, я все-таки немножко о контексте, потому что мне было, у меня не было практически никакой перспективы в работе в театре Леси в Украинке. Почему? Я там никогда, проработав 12 сезонов, никогда не числился актером. То есть я работал подсобным рабочим костюмерного цеха, суфлером, осветителем и наразовых актером. То есть мне все завидовали, коллеги по гримёрке, потому что у меня зарплата в два раза больше. Как у технического персонала? Нет. А, потому что у вас и такая, и такая. Я получаю, мальчишки получают, сокурсники 130 грязными. В месяц? В месяц, конечно. Это грязными, то есть на руки там 110. Я получаю, как, к примеру, осветитель 140, плюс ещё за каждый спектакль, в котором я как актер занят. И причём доходило до смешного. У меня был конфликт с директором театра и весь худсовет. Да, давайте его переведём в труппу. Я даже писал обоснования экономические, экономические. Потому что вот давайте сосчитаем, сэкономим советские деньги трудящихся. Вот дешевле меня перевести в труппу, чем мне платить и там это. Но ни в какую. Доходило до смешного фотографии под театром сцены и спектакля. Я на фотографии, фамилия не моя. Я к зафлиту прихожу к... Господи. Да, Семён, Семён, Семён. Прихожу, говорю, Сэн, ну слушай, ну мы же с тобой даже иногда по 50 грамм. Ну вот это же я. Почему фамилия не моя, он говорит... А ты не в труппе? Не, не, не. Говорит, ну ты же знаешь, мы мечтаем свалить из этой страны. Пожалей нас. А, это семья хотела уехать, да, в то время? Да. И в 87-м году мой приятель, который немного старше был, но обладал для времён Союза, это уникальные случаи, тремя высшими образованиями. Да, уникальные. Уникальные, причём последняя режиссура у Данченко, он как-то подошёл ко мне и говорит, слушай, у тебя есть перспектива? Я говорю, нет, идём открывать театр. И вот мы пошли открывать театр. Тогда появилась возможность сделать театр студии. Совершенно справедливо, но никаких документов здесь не было. У нас сложилась ситуация такая, что существовали неформальные и даже иногда формальные группы. Вот Виталик Малахов с последующим театром на Подоле, Алик Левит с театром «Гротеск». Группа, объединённая вокруг Мишнёва, ребята, которые занимались пантомимой. Влад Пилипенко, который ко мне пришёл. И ещё какой-то коллектив при Политехническом институте, который назывался «Аматор». И вот все хотели создать, но как технологически было невозможно. Тогда Пилипенко поехал в Москву, причём ездил несколько раз. И договорился с разработчиком типовых документов, а это, если не ошибаюсь, академик Агангебян был. По-моему. Да. Что тот пришлёт в Министерство культуры из Москвы, спустит. Как? И вот мы каждый день почти ходим в Министерство культуры. Но так вот, вот, вот. Есть? Есть документы? Нет. Неделю, две, три. И вот в очередной приход чиновник молодой, который отвечал за нас, таких идиотов. Он вышел, видать, покурить. Мы заходим в комнату, где, в том числе, его стол. Его нету. А документы есть? Нет. Он возвращается. Мы говорим, ну как, ну есть документы? Он говорит, нет, не прислали. Я говорю, послушай, может быть, в тот момент, когда ты выходил покурить, тебе в стол сунули. И начинаю нагло выдвигать ящики. Первый, второй, третий. Вот такой конверт лежит со всеми документами. То есть, боялись. И буквально через, там, ну месяца не прошло, как министр сказал, открыть к чертям собачьим. Вот раз есть документы, все, пускай сами работают. И вот тогда открыли первые пять театров. То есть, театр на подволе. Да, они были на хозрасчете. Да, хозрасчетная форма. Но в день, когда мы открылись, вот экспериментальный театр-студия под руководством Пилипенко, я подошел к Владу, сказал, Влад, ты знаешь, меня интересует. Другая несколько эстетика. Я попробую сам. И мы расстались. Причем, наверное, я единственный, с кем Влад расстался бесконфликтно. И совершенно, вот у нас прекрасные были отношения многие годы. Он потом одним из первых ушел из театра, он вернулся к своей профессии, построил неплохой бизнес очень. К основной профессии, или не основной, одной из профессий. Но, к сожалению, о нем многие забыли. Но именно Влад Пилипенко явился тем локомотивом, который все это пробил, по сути. И забывать об этом просто, ну, не стоит, хотя вряд ли кто помнит. Ну, наверное, вот мы сейчас поговорим. Где-то у нас галочка появится. Конечно, конечно. И будет известна, будет эта история опять обновляться. Буквально через, ну, может быть, неделя прошла. У меня дома раздался звонок. Звонили мне две прекрасные театральные леди. Ира Клещевская и Таня Чистякова. В то время дружившие. И назначили мне встречу. И мы в кофейне, которая романтично называлась «Колбаса». На Пушкинской улице, это в центре Киева, там было два магазина. Один назывался «Украинские колбасы». И там был микрокофетерий. А напротив назывался «Детское питание». И там тоже был микрокофетерий. И вот, допустим, из театра «Леси украинки» собирались в детском питании. А из молодежного театра собирались в «Колбасе». И там у нас кофе лучше. Нет, у нас лучше. И вот вечный спор. Ну, иногда перебегали. Иногда обменивались. Иногда обменивались, конечно. Мы встретились в «Колбасе». И девчонки сказали, что ты знаешь, как создавать театры. Давай создавать театры. И мы в конечном итоге в 88-м году открыли театр «Колесо» на Андреевском спуске. Пчем с Али, это мэр Подольского района. У меня на спине подписал приказ о вводе в эксплуатацию здания. Тоже отдельные. Здания же раздавали всякие. Подвалы. Сложнейший вопрос. Почему? Потому что в ужасающем состоянии было это здание. Я зашел к соседке. Соседка была из династии архитекторов. Остепененный архитектор. Перевез ее в тихаря туда. Говорю, Ира, что с этим делать? А там, ну, такой клоповник. Микрокомната. Она говорит, так, вот к этому даже не прикасаться. А и вот это. Остальное все к чертям собачьим. И мы с мальчишками. Я привез инструменты в выходные дни, эти стенки, перегородки, вернее. Все это дело завалили. Истили. Кое-кто был в ужасе. Боже, но в конечном итоге получился из этого. Девушки были в ужасе? Нет, 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 начальство. А, начальство. Да, потому что формально тогда театр еще принадлежал парку Фрунзе. И мы были сначала там культорганизаторами. А потом уже получили статус театра. Но моя группа откололась в 88-м же или в 89-м году. Опять бесконфликтно. И мы до сих пор целуемся нежно со всеми, кто создавал тогда, в том числе с Ирой Клещевской, при встречах. Но мы откололились, потому что меня интересовала другая эстетика. И в конечном итоге, попав сначала, Салий нас уговорил, у меня уговорил, мы открыли театр Валентина, такой, тоже на Андреевском. Получили под этот театр два с половиной здания. Почему с половиной? Одно было полуразрушено. Но у дамы она была не из Киева. Ну, Салий просто симпатизировала ей очень. У нее начался комплекс Джугашвили, она нас всех уволила. После того, как мы получили статус, я достал все оборудование. И мы в конечном итоге, еще некоторое время памятарствовав, открыли театр, который стал творческим научно-производственным центром ARS. И, по сути, это был первый продюсерский центр в Украине, занимавшийся именно театральным искусством и потом еще и галерейным искусством. Ну, художественным искусством. То есть вы приложили руку к созданию нескольких независимых театров 1988-1989 года. Да, совершенно справедливо. Мы, так как мы зарабатывали, я придумал концепцию, как существовать условия хозрасчета. И мы зарабатывали не театром на театры. За счет прибыли выпускали спектакли. Причем могли позволить себе, ну, репетировать долго. Потому что совершенно от кассы не зависели. Так как народ перестал в начале 90-х ходить в театр, я даже упразднил билетное хозяйство. Потому что, ну, невыгодно было. И мы пускали всех. Пожалуйста, приходите. Афиши замечательные у нас были. Приходите бесплатно. Самые высокие зарплаты в театрах Украины у актеров, ну, у сотрудников театра были у меня. То есть принципиальная позиция, штатное расписание театра Леси в Украинке плюс 10%. Вот так вот. Составляли конкуренцию. Да. Понятно. А не хотели никогда вернуться в Большой театр? Знаете, сложнейший вопрос, потому что я в конечном итоге, так как у нас изменились условия хозяйствования, ну, синхронно практически во многих странах. И стало невозможно зарабатывать бизнесом и тратить на театр. Причем, я имею в виду, честно это делать. То я ушел просто заниматься бизнесом на 15 лет. А потом так потихонечку вернулся к актерской профессии. Стал сниматься. Выходить на сцену. У меня два спектакля сейчас в Украине. Ну... А где? Есть такая сборная солянка на базе Дома актера. Киевский художественный альтернативный театр. То есть опять независимый? Да, абсолютно независимый. А где работает? На каких площадках? На, в основном, площадка Дома актера, либо украинский дом. Вот на этих двух площадках. Они принципиально разные, но это очень хорошо для актеров, на самом деле. В особенности начинающих. Помогает масштабироваться в зависимости от зала. То есть это просто хорошо. Ну, разный способ общения с аудиторией получается. Да, естественно. Потому что камерный зал... И школа сразу другая, да. И для меня это как-то автоматически происходит. Некоторых ребят не слышно. Ну, да. Это есть такое дело. Так возвращаясь, никогда не хотелось вернуться в репертуарный Большой театр? Я уже сказал, что я много очень снимаюсь. Последние вот 10 лет, наверное, свыше 40 разных проектов. И в том числе у нас был длинный... Это кино и сериалы, да, украинские? Да, в основном сериалы и кино. Последовательность такая, наверное. И вот у нас был просто замечательный проект. Малобюджетный. Но он позволял как-то совершенно хорошо себя финансово чувствовать. Мы сняли 722 серии. Одного сериала? Да. Это как? Реальная мистика. Как? Реальная мистика. Так называется? Да, да, да. Я там очередной раз психолог. И когда этот проект закрылся, я решил вернуться, может быть, в театр. Ну, в родную Элесию Украинку зашел. И мне несколько человек из друзей. Ну, друзья-то остались. Нет, послушай. Ну, подожди. Ну, ты же снимаешься. Ну, здесь же проблема. Ну, то есть, дисциплина. Не будут отпускать. Не будут отпускать. Хотя я нежно люблю этот коллектив. Более того, когда Резниковича еще при Союзе, второй раз, по-моему, из театра убрали Элесию Украинки, я как-то оказался в группе, которая была за него. И Михаил Юрьевич до сих пор, вернувшись от Леси Украинки, я думаю, что, может быть, он меня бы взял. Но, вот, услышав о том, что не отпустят на съемки, я решил, позвоню-ка я Малахову. А Виталик Малахов, он когда-то в 78-м году поставил замечательный спектакль в театре Элесии Украинки. «Сказка о Монике». Это был спектакль, на который прилетали из других городов. То есть, удивительный на малой сцене. Люба Кубьюк, Толик Хостякоев, Саша Игнатуша главные роли. И мы там все бегали. И у нас образовалось такое братство Моники. То есть, вот мы все, мы из Моники. То есть, это просто свой-чужой. Ну, то есть, какой-то знаковый спектакль, все причастны, они до сих пор общаются. Конечно, конечно. Таинство, таинство. Я позвонил, причем я пересекаюсь все время. Виталий, возьмешь, он говорит, всегда. И я позвонил Малахову, Даша, дочка взяла трубку, говорит, папа, сейчас мы в больнице, давай завтра. И, к сожалению, Малахов умер. Жалко, страшно, потому что Малахов это просто этап театра. Фигура для украинского, да. Фигура для украинского театра. Да, замечательные актеры, замечательный театр. Очень жаль. Ну вот, а потом началась война. Хорошо, я тогда вас спрошу. Вот, если мы вернемся сейчас в 80-е, про которое вы говорили, сколько театров было в Киеве, например? Я четко помню цифру. На начало 90-х, 91-й год, ну, плюс-минус, было 84 театра. Да, но это уже было с независимыми. Да, да, да. А вот когда вы стартовали? Ну, независимых было ноль. Да, а государственных? Стоп. Леси Украинки Франко, я драматически имею в виду. Леси Украинки Франко молодежный, не молодой, она тогда называлась молодежный. А Метницкий открыл театр или еще нет? Да, был уже театр на Левом берегу. По-моему, все. Все. И в этом во всем зрела вот такая масса, которая создала еще 80 театров. Ну, надо понимать, что это были в том числе и совершенно любительские коллективы. Ну, да, ну, маленькие студии разные, но я имею в виду, что вот эта вот энергия, желание созидания и создание собственного, да, какого-то собственного дела, она была такая большая, что она позволила собрать людей на 80 новых точек. Ну, конечно, ну, Киев большой. Ну, да, ну, я просто говорю, что это всегда выстреливает в какой-то момент. Да, фестивали какие замечательные. Расскажите. В Севастополе Рома Мархолия создал Херсонесские игры. Это 90-е тоже, да? Конец 80-х, начало 90-х. Я считаю, что это просто номер один фестиваль был на постсоветском фестивале. Потрясающе. Потом чиновники победили, разделили должность руководитель и худрук. На фестивале. Да, и на этом фестиваль, к сожалению. Замечательный фестиваль «Золотой лев» во Львове. К сожалению, умерший Слава Федоришин не дожил до операции. Жалко. Замечательный фестиваль. Причем он был и традиционных театров, и площадных. Вот так вот. Просто удивительно. Уличный театр был. Да, да, да. И, и. А уличный театр, он же в советское время не существовал. Ну, практически нет. Откуда он взялся? Были как, ну, откуда возник театр? Вот, я и хочу спросить. Откуда же он взялся вдруг? Я еще, просто нельзя совершенно не упомянуть «Мельпомена Таврии», Херсонский фестиваль. Замечательный. Но он же вот все время и так и есть. Сашу книгу, который, по сути, мама и папа этого фестиваля, его вот эти вот негодяи украли, похитили, потом, слава богу, вернули. Но Саше надо памятник ставить за то, что он тащит на тебе, на себе такую глыбу. Это, ну, приезжаешь туда по организации, это, возможно, номер один в Украине. Может быть, даже на постсоветском пространстве, по уровню организации. А по поводу площадных, господи, 80, 80, простите, а, в 2014 или 15, не помню. Или, по-моему, конец 14-15 мы создали, наша группа, и Таня, жена, принимала в этом непосредственное участие, Театр уличной сатиры. У нас было пять на злобу дня выступлений, просто поразительных. Причем это было отчасти организовано на спор с политологами нашими. А, то есть вы решили сделать дебаты на улице? Не совсем так даже. Как-то где-то, ну, за рюмкой чая, сейчас услышал я от политологов, которых знаю, что вот народу совершенно неинтересно то, о чем мы рассказываем, а это важно, это никто не смотрит. Я говорю, ребят, так вы не умеете просто подавать материал. Да что значит не умеем? Вот это же важно. Я говорю, не умеете. А как? Я говорю, а давайте, вот с вас, мы говорим, нам нужны там какие-то микро реквизит, вот просто вы этим занимаетесь, и транспорт. А мы будем вот обсуждать, вы даете тему, если это, мы чувствуем, что это не заказ, а действительно актуально для страны, мы поднимаем. У нас было пять спектаклей, причем совершенно разных, там, греческая трагедия. Ну, то есть это разные форматы, да? Экзаметом, да. После нашего выступления сняли замначальника фискальной службы Украины. То есть вечером в газете? Да, 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 да. Утром в газете. Совершенно справедливо. Заветировали закон о коммунальных платежах. Ну, там вертеп был у нас. Ну, совершенно разные по стилистике работы, причем политологи. Может быть, нужно старушек в кадр каких-то там. Я говорю, ребят, вы не понимаете, вот просто мы продаем картинку, ну, условно продаем. То есть придут камеры. Выступление должно быть емким, коротким, с возможностью повтора, потому что камера какая-то опоздала. Это ведущий канал, он где-то в пробке был, да? Ну, пожалуйста, дубль два. Как это? И приезжала по 30-40. Да, совершенно справедливо, но просто прекрасно. Впервые в истории ОБСЕ после нашего выступления ОБСЕ не брифинг провело, а круглый стол с политологами украинскими. Да? Впервые. Так, ну, мы жарили голубя мира. Ну, купили готовых куропаток. Ну, уже приготовлено. Это ярко, красиво. И выдали их за голубей. Да. Ужас. Ну, просто замечательно. Ну, хорошо, а все-таки, если вернуться, а первые, вот, первые уличные театры, они же тоже независимо в формате существовали. Ну, естественно, но... А они когда появились? Тоже 80-е, 90-е или попозже? Да нет, одновременно совершенно. Одновременно, да. То есть как люди пошли создавать свои театры... Это просто лишь форма, да. Да, и все начали работать в каждой своей форме. Кто-то танец, кто-то пантомима, кто-то одно, кто-то другое, да? Но, к сожалению, чиновники убили наш театр пластической драмы, потому что Мишнев, создав этот театр, в свое время отказался, через какое-то время отказался... Руководитель, да? Да, и Вера Мишнева подхватила знамя. И многие годы это был уникальный театр, единственный в Европе в такой форме, насколько я знаю, на тот момент, с помещения. В общем, помещение, по сути, было мое. Почему? Мы выиграли какой-то микрорегиональный фестиваль, где нас... Вот, а кто выиграет, тот получит на Печерске помещение. Мы выиграли. Но потом там случился скандал, вы обидели район, в общем, это помещение ушло театру пантомимы, ну, пластической драмы. А потом чиновники решили сэкономить на мухгалтерии, объединили два театра. Ну да, это любимое заметие. И на этом минус один. Причем я даже выступал на, господи, расширенном заседании этого комитета по культуре. И, ребята, в искусстве один плюс один, иногда ноль. Да-да-да. Ну, там свои резоны есть. Да, на меня обиды там. Свои резоны. Ну, то есть, период 80-90-е, когда был хузрасчет, когда можно было существовать за счет параллельного бизнеса, и содержать театр, когда, ну, вот слово «схема», оно приобрело какое-то странное звучание, но на самом деле это были схемы, которые позволяли работать и кормить негосударственные театры за счет других источников веда деятельности. Потом это потихоньку начали закрывать, закрывать, закрывать. Ну, потому что чиновник, да, чиновник, он же думает, что раз он ворует, все воруют. Ну, конечно, потому что люди проецируют свое поведение для себя. Это нонсенс что-то украсть, да, то есть там из дому несешь, это норма, а домой это как... Театральные люди такие, да, которые тащат все из дома. И вот, к сожалению, как-то это спроецировали на все, и... Ну, мне кажется, просто начали разделять отдельно коммерческую, отдельно некоммерческую, некоммерческая, так, это сяга. Не может быть. То есть вот на самом деле я глубочайше убежден, что любой, там, самый андеграундный проект можно сделать коммерческим. Чтобы он сам зарабатывал. Конечно. Именно как театральный продукт. Конечно. Но для этого нужно вложить деньги. То есть для этого реклама нужна. Там, может быть, поднять уникальную стоимость билетов. Допустим, там, билет 300 евро один. Ну, к примеру, да. То есть разные формы. Но для этого надо заниматься менеджментом. Надо рисковать, надо вкладывать свои деньги. И нужны базовые деньги. Конечно. Где-то их надо взять. Да. Допустим, прийти к друзьям, сказать, друзья, отдавайте. Скидываемся. Скидываемся. Ну да, найти инвесторов. Ну, у меня, вот я снимался в дипломном фильме, прекрасного нашего режиссера украинского. Снимали мы за границей. Семья сбросилась. То есть, естественно, ну, как бы актер не может отказать... Работать с дипломником. С дипломником, если, типа, как без денег? Да это норма. Это без денег снимается. Но нам оплатили перелет, там, говорит, проживание скромное. Ну, расходы просто оплатили, да, без гонорара. Семья сбросилась, снял фильм. Он, по-моему, 27 фестивалей уже, куча всяких призов. Хороший фильм получился. Да, милый совершенно. Семья не зря скинулась. Да. Хорошо, а если вернуться, на сегодняшний день, что с независимым театром в Украине? Вот тогда, вы говорите, 80-е, 90-е, когда это выстрелило, работало, когда люди готовы были вкладываться и создавать, и все. Потом это потихонечку начало меняться, менялись условия, менялось. Надо было уходить, я так понимаю. Кому-то кто-то ушел под государство, правильно? Очень много, да. Да, какие-то театры. Стали коммунальными театрами, в том числе на Терноподоле. Нашли формы, да, да, нашли формы как бы сосуществования на государственном финансировании, просто разного уровня, да. А кто остался, вот, совсем независимый, остались театры? Да, конечно, конечно. Сколько сейчас, какие интересные вы можете назвать? Мне сложно сказать, сколько, но есть, ну, вот, во-первых, театр, в котором я имею честь выходить на сцену. Вот то, что в Доме актера, да? Да, 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 альтернативный, художественный. Потом театр, господи, как же он? Мост, по-моему. В Киеве тоже, да? По-моему, да. То есть есть несколько театров совершенно независимых. Ну, я, да, 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 но там длинная история тоже с помещением, да. Но появилась форма в конечном итоге, как можно формально работать. То есть создается общественная организация, доказывается бесприбыльность ее. И тогда все, что зарабатывается, тратится на уставную деятельность, то есть на выпуск спектаклей. То есть, ну, это, к сожалению, форма появилась относительно недавно. А так можно было работать только коммерческой структуре, да? Да, по сути, да. То есть частная коммерческая структура, которая просто занимается оказанием услуг в области искусства. Да, да. Ну, вот через общественную организацию это стало такой практически распространенной нормой. И, по-моему, это правильно. А государство какими-то грантами или что-то какими-то поддерживает? Ну, вот создан был после Майдана Украинский культурный фонд. Что-то он помогает кому-то. Ну, частным, да, частным инициативам. У меня туда, я подал заявку, стал экспертом, а потом этого фонда. Но потом у меня как-то повально начались съемки. Просто это же надо проводить на совесть экспертизу проекта. Конечно, не можешь это читать просто так в полглаза. Это очень формализировалось. Ну, с точки зрения чиновной это правильно, с точки зрения нас, разглядяев, это, ну, усложняет. Создание отзыва. Вот, по крайней мере, для меня. И я написал заявление о том, что приостановить Майдана. Ну, то есть есть фонд, который помогает частным инициативам в области культуры. Да, есть какой-то фонд, но я, честно говоря, не знаю, кому. То есть он помогает реально, и кто-то из знакомых в каких-то областях искусства что-то получил. Ну, то есть это открытый конкурс, можно туда подавать. Да, 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 подать заявку без вопроса. И я так понимаю, что и государственные театры могут туда подавать. Возможно, на отдельный проект вполне возможно. А скажите, а частные спонсорские деньги, как вообще, существовали ли в Украине, которые поддерживали театр? В конце 80-х, в начале 90-х, да, да, совершенно, то есть можно было прийти, помогал, замечательный был, господи, как его, Ландман, да, Вторполимермаш кооператив, огромный кооператив. То есть производственный, он создавал станки, и потом продавал по всему Союзу их, Европа, по Европе. Вот мы к Ландсману пришли на какой-то фестиваль. Ребята, сколько нужно? Нате. А вот, Нате. Он, у него весь коллектив улетал в отпуск на одном самолете. Вот в августе они. Так, куда мы летим? На Гавайи, кто за? Все, от уборщицы до директора, с семьями, брали самолет, улетали. Чартер он делал, да, для сотрудников? Потом его, к сожалению, задавили налогами. Ну вот, когда началась, с приходом куча. Еще премьер-министром с случайными полномочиями, он декретами начал менять налоговое законодательство на этом. То есть, либо ты решаешь вопрос, идешь... Ну, они не в государство. Если бы они в государство начали уходить. Ну, хорошо, через государство они начали уходить еще куда-то. Ну, они начали уходить. Да, да, да. То есть, по-белому стало работать невозможно практически, если ты работаешь честно. Хорошо, я поняла. Кстати, это одна из причин, почему Майдан произошел. Ну, потому что всем надоело. Потому что всем надоело, ты что? И главный лозунг Майдана, о котором почему-то его никто не показывал, там на баррикаде, обращенной в сторону Европейской площади, огромная растяжка на весь Крещатик, поймите, нас задолбало, скажу так. Ну, просто была выемка денег все время. Абсолютно. Ну, отнимали предприятия, вот просто мы создали с друзьями втроем, очень перспективное предприятие, где-то во второй ПЛН-90. И один из наших учредителей, Саша, он у нас... Причем несколько лет проплачивали там обучение персонала, лицензии, все. Ждали, сидели в засаде, потому что вот-вот выстрелили. И вот перед тем, как оно вот, Саша нас собрал и сказал, ребята, я просто боюсь, потому что к нам пришли, и все. И у нас минус предприятие. То есть рисковать жизнью и здоровьем друзей, это некорректно. Угу. Хорошо. А вот в других городах, мы сейчас про Киев поговорили, в других городах была ли такая же яркая жизнь, как бы независимых театров тоже? Во Львове, да? Конечно, во Львове, Харьков, то есть во всех городах абсолютно все это происходило. Везде были маленькие вот эти вот театры, и везде Тот же Федоришин, он же создал театр, который до сих пор существует. Кто? Федоришин, да, Слава Федоришин, который Золотой Лев, Львовский. Он создал свой замечательный театр, Господи, Возрождение. Выскочило название изгол. До сих пор в центре Львова прекрасный театр. Частный тоже, да? Нет. Он перешел, да. Они же всех нас фактически поставили перед дилеммой. Либо ты не можешь работать, либо ты переходишь под патронат к государству, то есть государство, там, утверждает твой штат, ты получаешь... Ну, то есть ты становишься просто организацией культуры государства, но просто не такого, как бы сказать, не с таким бюджетом, как большой государственный театр, который остался в наследство от старых времен, как Ивана Франклова, я так понимаю. Ой, Тюрс я забыл в Киеве, когда мы считали, еще театр юридного зрителя. Молодежный был, я говорил. Это отдельное, да? Да, 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 театр юридного зрителя замечательного. Сейчас Гирич, видите, проиграл конкурс. Кто-то будет другой теперь? Да, теперь другой у него друг, к сожалению. Но конкурсы... А конкурсы когда ввели? Знаете, это... Я же ушел когда-то в бизнес, но... И у меня такая целая прослойка коллег не знает, потому что, ну, кто-то. Старая гвардия, само собой, знает. И молодежь, которая снимается. А часть нет. Ну, а друзья стали там народными, международными, там. И вот, где-то я, когда же это, году в 15-м, наверное, мне звонит один из друзей, говорит, слушай, тут... Может, это даже до Майдана была. Ну, где-то вот... Тут хотят ввести контракты для государственных театров. Но что-то нам не нравится. Ну, надо... У нас будет встреча с инициатором этого дела. Адама работала зав. Став делом культуры Львовского горосполкома. А стала депутатом. Ну, вот она попала. Она же культурой займается. И вот они разработали этот закон о контрактах, о выборности. Ну, то есть всех творческих сотрудников перевести на контракты, на срочные контракты, чтобы можно было расторгать договора, как бы им перемешивать, ну, менять труппу. И мы встретились вот... Ну, человек нас 10 было, включая ее, там, все народные, и я там, не пришей кобыле хвост. Консультантам. Да, я послушал, говорю, подождите. А мне кажется, что это неправильно. Ну, вот, к примеру, да, есть люди, которые создали театр. Ну, вот они, да, есть инициативная группа, группа единомышленников, но без там конкретного человека этот театр не может, потому что он его создал. Вот что в этой ситуации? А когда он становится государственным? Так даже став. Если бы не было вот этой инициации, да, никто бы не оплодотворил яйцеклеточку коллектива, ничего бы не было. Ну, хорошо, 20 лет прошло. Ну, и что? Ну, и почему? Потому что по закону нужно избирать, давайте, туда кого-то знакомого назначим, да? То есть вы имеете в виду, что если авторский театр... Я спрашиваю, если авторский театр, какой-то авторский театр, он живет до момента, как бы, пока живет автор. Абсолютно. Пока он скажет, ладно, давайте я вот... Вот этот человек, он подхватит знамя наше, это будет мой преемник, например, да? Преемник? К примеру. Ну, может такое быть. Ну, то есть вы не думаете, что когда он заканчивает работу, нужно конкурс сделать? Один из вариантов. Один из вариантов. Вот это мой преемник, не вопрос. Ученик. Или, да, все, ребята, я ухожу, делайте, что хотите. Это справедливо. Он создал. Это его дитя. Ну, авторский когда-то, как вы имеете в виду, да? И вот... А в государстве? Дама ничего не услышала, к сожалению. Ну, умер, к сожалению, Митницкий, создатель государственного театра на Левом берегу. Я слышал, слушал рассказы о конкурсе. Там очень-очень сейчас вместо него другой молодой режиссер, но... Он все правильно, наверное, делает. Я не знаю. Ну, как-то мне... Не по душе. Я не знаю. Но он же тоже на время, потом уйдет. Может быть. Если конкурс, так это же на время? Может быть. Может быть. Ну, Гирича сняли. Хотя, может быть, это и хорошо. То есть, я... У меня же такое, может быть, возрастное уже побурчать. Да, может быть. Да, может быть совершенно. Вот в наши времена! Да нет, не было наших времен. Все одинаково. И страдания, я совершенно не переношу страдания по поводу того, что вот сейчас театр умер. Да это бред собачий. Он как умер, так и родится заново. Вот, потому что есть спектакль, да, и в каком бы жанре он ни был, что бы ни было, вот есть сегодняшнее соитие зрителя с актерами, спектакль вышел в любом жанре, не играет роли, андеграунд это, это классическая пьеса, плакать можно от всего. Да, главное, чтобы было по-настоящему. Да. А завтра этот же спектакль, ну не сложилось что-то, ну черт его знает, погода изменилась, я не знаю, зритель какой-то пришел слишком хороший. Или в плохом настроении. Да, да, ну вот как-то не слагается. По поводу смерти театра, на мой взгляд, это совершенно безумные разговоры, просто кокетство. Вот давайте мы на этом закончим, потому что у нас время истекло. Да, я болтлив. Вы даже не заметили, как оно истекло, на том, что театр не умирает, театр рождается каждый день заново, когда приходят зрители, когда выходят на сцену актеры. Это каждый раз новая жизнь и каждый раз новые впечатления для зрителей и новый опыт для актеров. Да, спасибо большое, ходите в театр, ходите в театр, потому что... У нас сегодня фамилии новых кто-то услышал, и будем теперь вспоминать и думать, и мне так интересно узнавать все. Алик Левит, комедиограф номер один постсоветского пространства, уехал в Германию, к сожалению. Ну, ничего, будут новые, родятся или уже родились. Как вот у Рима Зюбиной, прекрасный актер играл, молодой парень, чудесный совершенно. Олег Каркушко, чудесный актер. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Будем еще видеться. Приходите в театр. Спасибо. До встречи. Радио Болтком